доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzone game и сегодня мы посетим один на мой взгляд интересный проект как вы можете заметить называется он imperial club данный проект совсем не новый он уже какое-то время существует на просторах интернета ну и если смотреть на группу вконтакте на первые посты этого проекта то он существует с 18 года с 1 об это два года назад и по сей день данный проект существует открыт и продолжает развиваться ну а вот как развивается этот проект чего он достиг какие есть интересные уникальные решения на этом проекте я и предлагаю вам вместе со мной пройти и посмотреть своими глазами но должен сказать в самом начале видео что к этому проекту я буду придираться буду придираться по одной простой причине что это не новички это уже мастодонты данного направления к проекту который славится своей стабильности уже на протяжении двух лет но должно быть немножко предвзятое отношение ну так мы наверное с вами и поступим ну давайте заходить и первым после надо сказать хорошо оформленных начальных заставок нас встречает меню входа в игру в котором бросается в глаза и оформление и в общем-то карта карта на самом деле очень интересно сейчас чуть-чуть попозже мы ее разберем но уже на первый взгляд карта выделяется из основной массы стандартных проектов ну и также если вы внимательный зритель то наверное заметили что название городов тоже изменены и уже с первых секунд мы понимаем что стандартный подход к этому проекту не подойдет так как обычно я захожу и смотрю на изменения в городе кавала здесь нету изменений в городе кавала здесь нету даже города кавала изменен и город и все его постройки и даже место положения изменено надо сказать больше изменена вообще вся полностью карта поэтому стандартный подход к стандартному проекту здесь не подойдет нам надо будет рассматривать какие-то уникальные вещи и ну и в общем-то полностью проекты его переделки ну а пока мы смотрим на банкомат банкомат как видите визуально изменены но табличка такого все-таки осталось немножко старого образца ну и после получения подъемных денег предлагаю сразу не откладывая в долгий ящик обратиться к карте карта действительно заслуживает внимания как вы видите вы можете наблюдать очертания алтиса но что-то здесь не так да потому что карта переделана переделана глобально и как видите теперь она выглядит как многоостровное государство на в этом государстве есть очень много интересных решений так например вот эта вот часть которая сейчас мигает зеленым это остров который предназначен чисто для крафта здесь расположены все заводы предприятия которые нужны игроку для того чтобы заниматься крафтом снизу который сейчас мигает красным это остров для ивента про ивент который здесь происходит и который интегрирован в саму карту мы поговорим чуть позже это отдельная интересная уникальная штука который я ни на одном из проектов честно говоря не видел и не встречал ничего подобного далее мы видим саму карту это что она подписана разными цветами цвета разбивают иконки на категории одним цветом подписаны иконки с добычей другим цветом подписаны иконки с переработкой третьим цветом продажи ну и тому подобное мало того и карты не лишена интерактивности но как выполнена интерактивности это тоже отдельный разговор вы можете наводить на иконки прямо на карте и в правом верхнем углу будет выскакивать табличка ознакомительная табличка с разъяснениями что это за . на этом авторы не остановились они продолжили развитие этой карты и у нее есть меню меню нету на самой карте сейчас вот мы визуально его не не видим но меню у этой карты есть просто она перенесена в планшет и вот посмотрите как выполнено меню карты планшете сам же планшет выглядит вот таким вот образом но тут я бы сказал дизайн планшета наверное на любителя мне он не очень приглянулся и у него к сожалению нет настроечку если бы его можно было изменить какой-нибудь там темный черный цвет я бы наверно вообще возрадовался но пока нас интересует вот это вот иконочка как видите нажимаем на нее и пожалуйста у нас открылись все иконки присутствующие на карте иконки подразделяются на два кластера первый это для заработка то есть поехал по фармил нажал на следующую категории иконок там тебе открылись переработки и еще один кластер иконок это для тех кто занимается непосредственно крафтом и вот на том острове который только что показывал находится все для этого крафта просто выбираете кластер который вам нужен для крафта и вас карта открыт туда где находится это место на карте есть два вида отображения меток метку которую вы поставили вы будете видеть через всю карту и метка которую вы поставили с помощью вот этого вот планшета и вот это вот интерактивные карты то есть на на карте визуально будет отображаться две метки вот таким вот образом как сейчас на картинке одну метку вот эту крупную которую сейчас показывает стрелочка это поставил я а вот это вот мелкая это поставила интерактивная карта, когда я выбрал какой-то ресурс. Вот таким вот образом отображаются всегда две метки. Ну и возвращаясь обратно к планшету, как вы видите, справа от выбранной вами иконки, от иконки, которая вас интересует, есть аннотация разъясняющая, что за объект перед вами. Далее в этом планшете есть еще одна интересная фишка. Это ваша организация. В общем-то такое есть на большинстве проектов, но здесь можно смотреть не только где находится ваш компаньон или ваш сослуживец, но еще и видеть, как видите в левом углу его здоровье. Ну а таким образом вы всегда можете отслеживать не попал ли ваш тиммейт в какую-то беду и может быть ему требуется какая-то помощь. Ну а возвращаясь к теме карты, то никаких претензий к ней вообще нет. Карта сделана я бы сказал на высоком уровне. Карта очень легко доступна как визуально, так в общем-то и функционально. Проблем с картой и с чтением ее, ну я думаю вопросов никаких не возникнет ни у кого. А вот FPS, к сожалению, мне не очень нравится на этом проекте. Я не специалист и не могу технически объяснить, почему есть такое падение FPS. Я исхожу только из того, что я видел и отталкиваюсь от своих наблюдений. А мои наблюдения говорят, что на проектах, где ставятся вот такие вот высокодетализированные высокополигональные здания, FPS всегда на порядок ниже. Но я могу ошибаться. Поправьте меня в комментариях, если кто знает причины падения FPS. Так, например, на одном из проектов я показывал, не было изменений практически никаких в кавале, а FPS был в два раза ниже, чем здесь. Ну а про изменения на этом проекте, наверное, можно говорить бесконечно. Здесь надо понимать, что карта действительно полностью вся перелопачена. Вот вам, пожалуйста, виды этого города. И уж извиняюсь за то, что не запомнил его название, но это то, что должно было быть ковалой. Теперь это выглядит вот таким вот образом. Не могу сказать, что здесь прямо наворочено всего очень много. Но все равно почему-то по FPS есть какие-то претензии. Сам же город получился достаточно уютным и теплым. И что интересно, он не лишен своего какого-то очарования и индивидуальности. Есть интересные решения, которые ввел сюда автор, которых нет на других проектах. Казалось бы, они очевидны и банальны, но выглядит это вот таким вот образом. Дома выстроены ровной линейкой, и как видите, они подобраны одного цвета, что в общем-то может заменить вам адрес. Так как в армии, кроме города Кавала или еще какого-то города, другого адреса нет. Здесь же вы можете назвать «Я живу на желтой улице» или «На синей улице». По-моему, достаточно интересное решение. А еще у каждого такого домика есть свой личный задний двор, который очень приятный и милый на вид. Ну а мы продолжаем дальше следовать по этому городу, и вот куда мы пришли. Это служба занятости. И вот таким вот образом мы плавно переходим к экономике этого проекта. А поверьте, здесь есть что рассказать. Экономика этого проекта и сложная, и легкая одновременно. Но обо всем этом мы разберемся по порядку. А сейчас нам встречает вот такая вот табличка, которая гласит о том, что на этом проекте нету никаких лицензий. Этим вас больше никто не обременяет. Здесь нету лицензий, здесь нет никаких прав. Вам не надо заканчивать школу, сдавать, покупать. Ничего этого здесь нету. И это одна из ступеней облегчения экономики. А пока я устраиваюсь в почтовую службу этого проекта, о котором мы сейчас тоже поговорим, я накидаю вам вкратце, как выглядит здесь экономика. Это нигде не прописано, это я придумал сам, но она разделена на три этапа. Первый этап, который я называю пассивным, это вы просто заходите на проект и ничего не делаете, разговариваете с людьми, беседуете, общаетесь, и вам за это падают империал-пойнты, на которые вы как на деньги можете потом покупать какие-то вещи. Следующий этап – это развитие, которым мы сейчас и занимаемся. Он очень легкий. Сейчас вы это все увидите. И последний этап – это уже установление на этом проекте. То есть, если вы хотите развиваться дальше, то это уже будет третий этап, когда вы будете переходить на серьезные заработки или на серьезный крафт. Также здесь можно покупать свои магазины. Магазины продаются через губернатора. Оплачиваете внутриигровыми деньгами покупку земли и строительство и открываете свой бизнес. Это уже четвертая стадия, когда вы развились. Мы же с вами пропустим первую стадию так называемого пассивного развития и приступаем к начальному. Так как пассивное развитие скорее подойдет тем, кто не любит армовские механики, связанные с фармом, заработком денег и тому подобное. Просто заходите на проект, просто общаетесь, просто пребываете на этом проекте и каждые 15 минут вам будут падать империал-пойнты на которые вы можете спокойно здесь существовать. На эти империал-пойнты можно покупать и вещи, и машины, ну и тому подобное, к чему мы потом вернемся. Я вам это, конечно же, покажу. Ну а мы с вами приступаем к первой стадии развития. Это начальное развитие. Ну и тут же я должен сказать, что первоначальных работ здесь хватает. Это есть и стандартные сборы плодово-овощных культур, и есть еще ветка выполнения квестов, за которые очень хорошо платятся. Но ее я снимать не стал, просто расскажу. Есть точка, куда вы приходите, берете квест, вас посылают на добычу каких-то там материалов, вы их приносите, продаете этому же боту, и за это вам оплачивается. Есть работа механика. Вот работу механика можно совмещать с работой, которую взял я. Ну а оплату за эту работу вы сейчас видите. Как совмещать две работы сразу, я покажу чуть позже. Ну а сейчас хотелось бы придраться к тому, на чем мы едем. И я считаю, что на проекте долгожителей, на проекте монстры среди РП направления Arma 3, ну недопустимо вот такая вот стандартная машинка в почтовой службе. Ходя по разным проектам своими обзорами, я не раз показывал, как даже новички, открывая свои проекты, первым делом меняют вот эту вот почтовую службу, отходя от стандартов. Я считаю, что вот эта вот работа, почтовая служба, почтовая машина, это лицо проекта. Каждый, ну если не каждый, то я бы сказал 90% игроков так или иначе столкнутся с этой работой. Может быть в начале, может быть просто увидят ее, может быть кто-то просто покатается, но так или иначе столкнутся с этой работой. И увидеть стандартную машину на таком проекте, где переделано все, кроме этой машины, ну я считаю это упущение со стороны разработчиков. Да, она раскрашена, как видите, в другие цвета. Это не какой-нибудь стандартный DHL. Здесь красивая форма, деловые линии, но машина стоит стандартная, армовская, которую я играл еще 7 лет назад. Ведь сам мод этой почтовой работы ничем не изменен. Это все те же самые точки, по которым мы ездим из проекта в проект. И для игрока, который зайдет и устроится на эту работу, самым лучшим это, конечно же, визуальная составляющая. И если он увидит какую-то новую модель, которую он не видел на другом проекте, раскрашенную в цвета этого проекта, а согласитесь, было бы здорово, если бы здесь было написано, например, Imperial Club Service. Да, и их логотип. Но, к сожалению, мы видим стандартную газельку, которая уже всем надоела. Ну да, в общем-то и ладно. Мы продолжаем зарабатывать первые денежки на этом проекте. И вот первое здание, которое мне повстречалось на том же Т-образном перекрестке, полицейское управление. И только я обрадовался, что неужели здесь нет никаких колючих проволок, заграждений, шлагбаумов, вышек, все выглядит цивильно, но нет. На этом проекте есть блокпосты, которые преграждают вам путь, и их очень много. Есть всякие разные, есть и стандартные памятники анахронизмы, есть вот такие вот блокпосты, которые, в общем-то, заброшены, я бы так сказал, ими никто не пользуется, но их огромное количество, и они стоят на трассе, не давая вам возможности, в общем-то, проезжать спокойно. А спокойная езда по этой карте, я вам скажу, это тоже такое особое удовольствие. Попробуйте угадать место, где я сейчас еду. Оно не сразу вам покажется знакомым. Его можно угадать вот по этим стоящим радарам и заправочке вдалеке. Это то место, где на стандартном Аутисе стоит аэродром. Здесь же местность изменена до неузнаваемости. Здесь нет аэродрома, здесь есть мост и вокруг красивый лес. Но я отвлекся от основного направления, по которому мы двигаемся дальше. А мы двигаемся по направлению развития и экономики в условиях этого проекта. Так вот, на самом начале, когда я брал эту работу, я сказал, что можно ее совмещать. И вот посмотрите, видите, слева валяется, вроде бы как стандартный грузовичок. А они здесь не просто так. Нет, это не разработчик забыл их убрать. Это специально сделано для работы вот такого вот механика или слесаря, уж называйте, как хотите. Вы вполне можете ходить и разбирать эти грузовики. Из них будут вываливаться запчасти. Пружины, гаечные ключи, шестеренки, ну и тому подобное. Все это барахло нужно для крафта. Но не только для крафта это можно использовать. Это можно продавать на специальных выделенных точках. Они называются скупщик барахла. Приезжаете туда и все, что у вас навыпадало с разбора вот этих вот автомобилей, можете продать. Таким образом, я зарабатывал два раза. Я зарабатывал на почте и зарабатывал на вот этих вот деталях. Как видите, когда вы разбираете машину, она исчезает и вы можете переходить к разбору следующей машины. Также надо отметить, что на этом проекте стоит автоматическое взаимодействие. Все ваши действия сводятся к одноразовому нажатию кнопки. В данном случае кнопка Windows, ну а на точке добычи это левая кнопка мыши. Нажимаете один раз и дальше идет рабочий процесс, который зациклен и не требует от вас никаких действий. Вы в этот момент можете наслаждаться, пить кофеек, отдыхать, в общем, заниматься своим делом или просто наблюдать за работой своего персонажа со стороны. Также происходит и в этот момент прокачка. Эти очки, которые вы накапливаете, нужны будут потом, чтобы выбрать какое-то направление в сфере крафтинга этого проекта. Ну а сам список крафта на этом проекте действительно внушительный. Здесь можно крафтить все от штанов до автомобилей. Ну и кстати про автомобили. Мы сейчас как раз подъезжаем к магазину VIP транспорта этого проекта. И в общем-то расположение магазина вызывает сомнения. Простые машины не VIP-овские, а простые. Продаются в городе, в столичном городе и расположены в красивом стеклянном здании. А почему-то VIP транспорт продается в сарае. Ну такое странное я вам скажу решение. Зато можно заметить, что везде, везде, возле каждого магазина стоит банкомат. На этом проекте я ни разу не бегал в поисках где бы мне снять денег. Хотя без наличного расчета здесь тоже нету. Но банкоматы стоят в абсолютно везде. Это не проблема. Ну и вы видели, что банкоматы с помененной текстуркой, черной и с логотипом данного проекта. По машинам сказать тоже особо нечего. Есть очень много интересных, красивых машин. В основном они отличаются, конечно же, покрасками, обновленными текстурками. Есть разновидности и покрасок. Машинки красивые. Нечего и говорить. как я до самого начала этого обзора сказал, что проект старый. Он довольно долго находится в онлайне. И за время его существования естественно уже авторы набили руку и уже знают какие машинки где взять, как накачать, какие красивые, какие надо убрать. Тут в общем-то все проверено и все годное к употреблению. Мне тоже здесь приглянулись несколько интересных машинок, которые я видел на других проектах. Если заметили, то у меня они сейчас открыты, потому что здесь, когда вы заходите, вам дается VIP. Правда, VIP здесь дается не как там на каких-то я показывал проектах на 2 недели, на 3 недели есть проект, где дается VIP на 3 месяца. Нет, здесь VIP дается вам, по-моему, всего на один день. Но с условиями этой экономики за этот день вы можете себе купить что-то вот из этого списка автотранспорта. В общем-то, экономика это позволяет. Но даже если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться этим днем, когда у вас работала VIP, и не смогли заработать нужное количество денег, расстраиваться нет смысла. Вспоминаем начало ролика. Я говорил про то, что вы можете просто стоять на этом проекте, ничего не делая, и пассивно прокачиваться. Так вот, за те Imperial Point, которые вам падают, вы можете купить вот из этого списка любую машину. Ну, стоимости здесь в Imperial Point ну и вот в общем-то выбирайте и покупайте любую из этих машин. Они ничем не хуже, а иногда даже есть и более уникальные машины, чем в магазине VIP-класса. Но там конечно список побольше. Сам список автомобилей за Imperial Point сейчас перед вашими глазами. Все из них из этого списка вы можете себе приобрести. И вот например краткий обзор одной из машин, которые представлены в магазине за Imperial Point вот такой вот красивый автомобиль вы можете себе взять даже ни разу не дотрагиваясь до кирки топора или там еще какого-то инструмента. Просто стоите на проекте вам капают Imperial Point идете в магазин и приобретаете себе вот такой автомобиль. По-моему для людей которые негативно относятся к тому что на этих проектах можно добывать деньги с помощью фарма это вообще идеальный случай когда просто заходите общаетесь разговариваете не трогаете ни крафт ни фарминг и получаете вот такой красивый автомобиль. И на этой позитивной ноте я предлагаю закончить эту серию потому что мне надо вам рассказать и показать еще огромное количество информации связанной с этим проектом но я уже вижу что я не вписываюсь в одну серию поэтому на этом я закончу и увидимся с вами в следующей серии спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго